Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 298. События дня. 1 Петра 4,7. Впрочем, близок всему конец. За 5 октября 16-го года. Вот когда события эти смотрите, я коротко показываю. Пройду про одного человека, фамилии Дворкин, который был заслан сюда и натворил такие дела. Через слово секта, тоталитарная секта. Ничего не о Христе не знают люди, сектоведы появились. Все, кто знает, сектоведы. Не Христа знают. А знают Дворкины по научению его. Останавливайся где. Смотри, какие ролики. Этот человек, избранный органами разрушения России на Западе. И вот образованные миссионерские отделы. Все направлено на одно. Самое злобное, непримиримое, темное. Все собрали туда. Это богопротивные речи главного сектоведа. Это не я пишу. Моего здесь нет ни одного слова. Вот так. Это враг, который всех делал врагами друг друга. Ни одной христианской западе, говорит, не исполнял. Создание распространения злобных слухов, сплетен, разрушительные клеветы. Понимаете, он этому учился. В Израиле, США. И будто не видели, как ослепли все до самого верха Московской Патриархии. И, наконец, все поняли, главная секта это Московской Патриархии. Вот он подвел к этому. Эта задача и была такая. Он это сделал. Ну, никакой. Липовый профессор, шарлатан. Вот кто они такие? Это кроты черви, поганые насекомые. Он радуется, что тело разлагается. Вчера я давал наказ. И что такое наказ? У Сергея Ивановича Ожигова написано. Это наставление, поучение, распоряжение. Устаревшее в простонародье. Отцовский наказ. Поручение, обращение. Содержащее перечень, требования и пожелания официальные. Что такое наказ избирателей депутату? Это я тебе вчера и говорил. Снимает Никита. И вот пишет один. Дмитрий Абросимов. Я его не знаю. Только недавно в интернете он вышел на меня. Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Посмотрел ваш видеоответ на мое письмо. Благодарю. Видите. Я ему отвечал, что он на меня потом выйдет. Я ниоткуда не знал. Что нашли время, обратили внимание на него. И за то, что так тепло и душевно ответили. Вот. Видите как. Это новый человек. А что теперь? Ну, его найти нетрудно в интернете. Теперь, которые недруги, они больше ничего не знают. Они теперь против меня его будут заливать. Это священники делают. Почему? Дворкинская отрыжка. Отрава. То есть они считают себя православными. Правильно ответят. Ну, если ответит, как Кальмаев им ответил, или там еще кому они писали. Мне это согрело сердце. Еще благодарю за приглашение к вам в Потеряевку. Впереди зима. И до лета мне есть время обдумать все и принять решение. Также хочу извиниться за орфографию. Впредь постараюсь быть внимательнее со знаками припинания. Очень хочу пообщаться с вами по скайпу. Видите как. Это человек желает. Но стесняюсь того, что вы выложите беседу в интернет. Выложу. Если против, я разговаривать не буду, кто против. Зачем мне нужно? Время тратить. Я считаю, каждая беседа полезной. Об этом мне пишут ни один, ни два человека. Вот такой у меня дурной характер. Ну, сам раз признаю, что дурной, будем исправлять, помогать. Простите, Христа ради, с уважением к вам. Вот я вам показываю. Это новая мысль. Я ее отдельно. Вот, пожалуйста. Я его никогда не слышал и не знал. Дмитрия Абросима. Заочник, кажется, познакомимся. Вот теперь войду в интернет на наши ресурсы. Вот этот. Я его не успел открыть. Вот еще нету. Вот видно, где. Тут надо код вставлять, чтобы открылось. Я очень люблю здесь удобно писать. Приглашаю сюда. Я не бываю ни в контактах, ни в одноклассниках. У меня есть журнал. Живой журнал. Даже могу показать. Ну, не каждому можно-то и надо. Вот живой журнал я откнула. Посмотрите, как он выглядит. Там модераторы, там работают, вставляют. Жизнь православной общины. Опять промахнулись. Вот я разговариваю с Сергеем Козловым. Удивительным человеком. А великий пост. Видите, сколько взято. Молятся, стоят, как одеты в храме. Великий пост. Не дроги на погост. Но обогрев продрогшим, Скорбно лишним. Апостол Петр, на что казался прост, Не взял нечистого из полотна корыта. Это мое стихотворение. Тут каждая строчка требует истолкования. Пост иудейский, в чистом и нечистом, На птицу, скот кошерный, на рыбу, Был соблюдаем, нарушался с риском. Всем осквернителям легко попасть на дыбу. И вот они там собираются, В студии, там, начинают меня обсуждать. Это какое стихотворение? Какое? Какое? У вас что-то подобное есть? Заголок. Великий пост. Не дроги на погост. Что дроги? Дроги это сани без развольней. И на них увозили покойников. Там, у Поленова картина. У других того. И вот о чем рез. Погост. Погост это кладбище. Как оно? Но обогрев продрогшим, Скорбно лишним. Скорбно лишним. Такое выражение, знаете? Это находка. Тут в каждом месте находка. Попасть на дыбу. Почему? Ну, потому что нарушал пост. Дальше Twitter. Facebook у меня есть. Все работают модераторы. Поэтому перекидывает ко мне на форум. Вот наш форум. Пожалуйста. Как он выглядит во свете Библии? Я отвечу. Потом ему отвечать. Тысячи вопросов. Тысячи. Не сотни, а тысячи. Мне нужно непосредственно, чтобы заходил человек сюда. Да, я ему отвечаю здесь же. А Бодерат, она... Не знаю, ответить нет. И мне отвечать некогда. Я отвечаю только в событиях дня. Ну, и вот. Вот. Опять кто-то зашел. Вот видите, колокольчик. И красная цифра однерка. Я ее нажал. Кто здесь? Женя Белл. Ну, какой Женя Белл? Что такое? Не знаю. Комментирует. А у икона по счету, они дали иконы, ни одно и то же. Он комментирует. Что-то... Ну, Женя Белл. Если будешь смотреть это, имею в виду это. Вот я сейчас узнаю, что он говорил, Женя Белл. События. Вот он. Здесь не видно где. С кем он? С Богданом? Дорога Мирицким они тут. Женя Белл. Ищется назад. Запудрением мозга занимаюсь. Увы, не я. Вот. Женя Белл. Все меня удаляли. Не удаление, лучшая защита. Но кто его удалял? Я не вмешиваюсь. Что они тут говорят? Вот опять Женя Белл. Некто такой. Это пастор баптистской церкви. Дорогая. Вот так. И опять Женя Белл. Дважды повторяется. Ну, не знаю. У меня было такое. Схватились двое. Непрерывно, непрерывно. Вот эти цифры. Тот и другой. Вначале уже до матерков дошло. Пришлось обои закрыть. Доступ прекратился. Ну, сказал, ну, сказал. Я же не отвечаю. Меня даже спрашивают. Почему? Ну, я составил ролик. В него вложил все. Спрашивать там нечего. Вот. Сейчас проверить даже. Посмотрю. Как раз Женя Белл. Характеристика. Опасно-тоталитарная секта антихристианской направленности. Тоталитарная секта. Это выражение ввел уже по научению Дворкин. Вот оттуда. Вот оно, пожалуйста, где идет. Считал, значит, он. Ущерб личности. Какой ущерб личности. Вот. Является Чарльз Рассова, родившийся там. Ну, и что? Свидетели Иеговы. Расставление. Имеет практику. Вот здесь еще. Ну, они вот. Кто он такой? Рассел. Или вы, или фотография. Ну, ничего непонятно, неизвестно. Ну, пускай это им нравится тема. Вот здесь все. Вот сегодня я выставил. Чистим печи у Никиты, где был хозяином Павел. Два часа назад. 111 человек. За два часа. А впереди. Чистим печь с Володей Пащенко. Два часа назад. 120 просмотров. Ну, конечно, это не Кураевский канал. Там больше. Но это люди, которые постоянно у нас. И которые перезванивают. И проще. Ну, даже тесто приплыло на велосипеде. Вот. Володя привел. Тоже уже 63. Пришлось. А обновка для русской пищи. Заслонка. 74. Вот видите как. Мы самый тяжеловесный ресурс наш. Это библейский православный сайт. Вот так и называется во свете Библии. Тут все абсолютно. Надо заходить. Главное в этом во всем. 4124 вопроса и ответа. Все, я отхожу. Все занимаюсь. Просто сказать. Вчерашний день. Какие события дня? События какого масштаба? Холодно. На улице холодно. Уже прям чуть не в палец застыло за ночь. Поэтому мы к этому приноравливаемся. По метеосводке будто бы передали. Я не смотрю. Виктор Николаевич Савченко говорит. На субботу обещают большие дожди. Трудно будет выехать. Мы даже в понедельник были выехать. На субботу договорились два дня. Вот два дня. А у меня заблокирован вход там, в Барнауле. Чтобы не платить на 4 месяца. Теперь я звоню одному человеку, который смотрит. Скажите, я приезжаю раньше, чтобы они разблокировали на два дня раньше. Они там сделали. А теперь Виктор Николаевич и говорит. Надо на пятницу выезжать. Мне все надо менять. Я программисту позвонил. Говорит, хорошо, в субботу я приеду меня поставить. Я боюсь. Потому что сразу надо к принтеру подсоединять. Глазку. Все проверить, как скайп работает. А сейчас заново надо все. Вчера опять начал перезванивать. Очень неудобно для меня это. Но обстановка такая. Поэтому у нас сжато все. Торопимся. Посмотри, Володя, что делает. Глянь. Ну, маленько, так глянь хоть чуть-чуть. Ты что ты как уперл-то в одном месте? Миша наливает из фляги. Вы пришли. Первую ночь ночевали здесь. На плитке готовят. Воду надо будет выливать. Завтра мы выезжаем в 3 часа. Завтра. Сегодня у нас пятница. Отвечая за вчерашний день. Вчера вы зашли сюда. Были все еще в лагере. При отрицательной температуре и спали. Сегодня четверг. Сегодня четверг. Сегодня четверг. Завтра пятница. Что мы вчера сделали? Вы с лагерем возились. Возили. Там еще что-то осталось. Теперь продукты там что? Убрать? Убрали продукты? Продукты. Вот здесь вот мешочек стоит какой-то. Рядом-то посмотри. Его тоже надо куда-то убрать. Привезли. Туда же. Раздавать нечего. Уже все раздали. Ничего еще не раздаем. Предварительно. Я занимался печами. Вчера русскую печь. У Никиты первый раз бывший Павла дом. Первый раз. Это дом номер 17. Улица Марии Лапкиной имени. Номера у Володи 15. А у него 17. Русскую печь затопили. Там у Павла нашел шкура. Баранья висела и уже там облезла. Я ее в печь сунул. Как она горит хорошо. Вот это с мемцем. Так и людей сжигали. Пепел один остается. И. Голанка одна совсем не горела. А почему забитая? Ведра наверное. Больше ведра сажи было. Ведра полтора. Да. Вчера. Вот так. Из одного канала. Ясное дело что. Проходимости не было. Ну уже затопили. Все. На плите что было пролито. Горело дым. Вдруг все. Кончилось. Вот так удивительно. День прошел. Моя сестра Валентина. Жена Устинова Александра. Они пасли вчера. Мог Никита пасти до обеда. Двое сыновей его учатся в школе. До обеда то. А пасти то надо. И они сами пошли пасти. И я их встретил там снял и показал. Как интересно в деревне. Даже пенсионеры. Живут по другому чем в городе. Ну что. Ну у городского то что. У него треугольник. Треугольник. Холодильник. Телевизор. Туалет. Вот переставляй в разном направлении эти буквы. Все. Дальше некуда и в окно посмотреть. А судите кто пришел. Телевизор. Холодильник. Туалет. А куда пойдешь. Это еще не самый худший вариант. Сколько отнимают квартиры сейчас. И разные разные способы изъять квартиры. Здесь никто не отнимет свое. Свои дети. Веселые. Радостные. Идут. Хотя Владимиру и не просто было построить. Он на тяжелых электровозах работал. До этого на море плавал. И ясно дело, что это отразилось на мышлении, на душе, на всем. Довольно. Вот. Ребятам сделали мы с Никитой лестницу. Третью лестницу. Или даже четвертую на крышу. Надо пробраться. Шипер там сдвинулся. И они там бились-бились. Не могли. Урбероид мешает. Дальше жесть надо резать, подтолкнуть. Видите сколько. То есть ты везде нужен. Подготавливаем сегодня полноценный день. Один день. Вот. Сегодня надо нам закончить все склады. Все абсолютно закрыть, законсервировать. Все разбитые окна там вставить. Или хотя бы с чем-то затянуть. Есть у нас с чем материалы. Вчера только это делали. Закалачивали. Потому что охотники лезут. Воры. У Павла все-все растащили. Таль была тяжелая. Это на полторы тонны. Или на пять. Не знаю. Утащили все фляги. И вот все надо закрывать. Ну и что еще вчера. Вчера не менее важное событие. Владимир Пащенко. Вот. Вчера он снова пек хлеб. А теперь вот здесь русская печь хорошо печет. В двух местах. Вот все, пожалуйста. Детский лагерь уже обеспечивает себя хлебом. В двух печах. А дров-то найдем. Козыки поставлены. Будут дети пилить. В гости приезжать будут. Лагерь, слово, исчезло. Его нету. Я никакого отношения не имею теперь уже ни к чему. Единственное, что может быть при наборе детей. Снабжение продуктами. Вот так. Смотри, он, блянь, туда котенок. Залазит туда. Его туда не надо. Подожди. Посмотри, куда он пошит. Пойдет. На кровать теперь раз. Хлопушкой. Даже не задевает. Он убегает. Почему? Там. Сегодня я шарику разогреваю пищу. Манка. Манна с молоком. И он там хлебнул. Своё съели. И теперь опять идет туда. Видишь? Какой. Маленько, пошевеливайся, отступись. Как-то снимаете мертвого. Когда слушаешь, мертво стоите. Даже снимаете, нет живости. Я вот снимал. Там застрял, когда в бульдозер везли. Так отзывы-то какие. Что за оператор? От Бога оператор. Я оператор от Бога. Еще себе оценку дал. То есть все, что они делали. Колеса крутятся. Как снимали. Все абсолютно показал. Я ничего не делал, не добавлял. Я не умею, как вот некоторые там вставки делают. Но люди знают, а я ничего не понимаю. Вот это как-то так упрется в одно место стоит. Так интересно. Сегодня в комнате у меня снимаете. Повернись назад еще маленько. Он с матерью играет. И где-то. Тебе это не интересно ничего, Никита. Я не знаю, что тебе в жизни интересно. Что бы ты делал заинтересованно с огнем. С огоньком. Ну ты глазами-то маленько поворачивай. Глаза у тебя хорошие. Сократовские. На выпущку. Намного дальше видишь. А ничего не видишь. Попутно тебе сказать. Это тоже событие. Вчера записал ролик наказа. Это вчера еще. Видите. Событие, что вы переехали сюда. Прощаться будем. Я там убрал. Сколько ссылок тоже убирал. Много. Завалинка была там внутри. Непонятно. Из сучков. Из соломы. Там из целлофана. Все с Володей разбазарили. В русскую печь и сожгли. Хорошо горело, нет? Да. Ну вот видишь как. Других каких событий таких не было. Батюшка в отъезде по монастыку. По пустырям паломничает. Он любит это дело. Наказывает где что лежит. Как где ухаживать. Забочишься о голубях. Ястребы сейчас таскают. Голубя. Они у меня закрыты были. Но ястребы в обед уже он наестся где-то. Тогда старается выпустить. Когда он будет сытый. Вот и все. Видишь, человек сознается, что у него другой характер. Мы работать будем. Раз мы пришли сюда. Значит, будем работать. Ну и все на этом будем. Такое вот событие. Я задаю вопрос в событиях. Почему никто не ответит мне? Существует ли где-то какой-то гимн, посвященный сайту? Я уже несколько раз говорил об этом. Вот посмотрите как. Вот оттуда запишем. Нет твердость руки и сомнений. Нет в христовых пресветлых стопах. Нам путь освещает лишь Библии свет. В земных и небесных мирах. Должны нанести Слово Божие в сердцах. Всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью отца. Мы сломим наш правду Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы путь прокладываем свой С телами дивными, в кресте единый мир Ведем мы православный путь Ведем мы православный путь Ведем мы православный путь Посвете земли пойдем на пристене Ведем мы православный путь Ведем мы православный путь Ведем мы православный путь Владимир Мачалин Это вот сам написал Еще в прошлом году Это видно, что профессиональный Певец поет Но решил остаться неизвестным Почему? Владимир находит какие-то Возможности что-то исправить Я говорю, не надо Я вот это не люблю Уже все проверено, все хорошо Слова-то тем более Озвучены уже, не надо А он так, что-то женским голосом Что-то мужским Я говорю, чувствуется Говорит он трезво Сверой, не сонный Он просто поет Замечательно Но и слова, если задуматься-то, они все к месту Это нашему сайту Сайту нашему Человек Посвящает Как это, я спрашиваю Где-то это есть такое или нет Значит он проникся Почему не другому сайту Вот он сайт Во свете Библии И все во свете Библии Все эти ресурсы во свете Библии Вот это во свете Библии Тут есть другая страница еще Контрольная Вот там я с головем стою Вот Я могу даже показать Как эта другая страница выглядит Вот смотрите Там я не отвечаю Там не бывает Там модераторы ведут Вот оно как выглядит И сейчас даже Тоже наши ролики тут все Они работают Письмо руководству ИГИЛ Какое крещение? Вот я здесь Как раз говорю Видите Занятие бесплатное 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 По изучению Библии Вот все здесь Все это написано Фотографий много Ну Наша беседа С Александром Мень Как идет крещение Вот так Вот И В ВКонтакте есть Ну Пишите сюда Здесь много 1592 темы Тема Это очень большая тема Вот здесь 25 26 уже страница идет На каждой Столько написано Там много И опять же Показать Вот Пока говорили Сейчас Еще два человека Оставили комментарии Юлия Дважды Что она? Вот С кем-то она тоже Там Беседует Знаю Не любят у нас Успешных И говорливых Сразу У таких Как ты Слава Под ложечкой Защемить Вот видишь Юлия Отвечает Слава Какой-то Говорит Он что пишет Ой С большой буквы Говорун в кавычках Выгла Однако Ну не поймешь Что он хотел О этом сказать А она Я им отвечаю Это женщина С мужским Рассуждением Здесь Прямо Под ложечкой Защемила Это действительно Так Некоторые Терпеть Этого не могут Еще Сарай под замок У нас убивать не надо Мы можем еще работать Вот что она тут ответит Сергей Гончаров Смотришь ролик И думаешь Какая-то русская деревня Это попахивает Сектой Попахивает А то все Попахивает Это они все Одинаковые Это Дворкинская Отрыжка Его Брювотина И везде Попахивает Сектой Додин пишет Попахивает Сектой Там Скоро Товский Где Это видно Чтобы русский мужик При рождении И поминках Не пропустил Рюмку другую А женщины русские Какие красавицы А вы их По ронжу укрыли Что старая Что молодая Не разрешишь На дворе 21 век Зачем возвращать Каменный век Я тоже верю В Бога С маленькой буквы Бог Кто это такой Но это уже Перегиб Вы детей Лишаете детства Это похоже Как на Украине Кто не скачет Тот против нас Да и борода Не совсем идет Не всем идет Говорите как Ну те Кто капусту любит К вам приедут Те кто в жизни Ничего не успел Добиться Или все Про фукал Нормальный Русский мужик В секту Не поедет У него душа широка Вначале попахивает А в конце Уже секта Точно Уже Уже не пахнет еще Уже сварил Сварганил А тут то Моби Какой-то 45-й год 9 мая День Победы Очень хороший Замок О чем тут Замок К мусульманам Лично Чисто Соломудренно Он не увидел Непьяных Да какие русские Не пьют Вот у меня брат На этом доказательстве Его кто-то назвал Сектой Сектант Он Я не сектант Не сектанта Не пьешь Ты же русский Русский Он запил 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 И валяется Везде Что Но зато Меня сектантом Никто не назовет Сектанты Не пьют А я пью Не просыхаю Лучше доказательство Против истинных Сектантов Это Быть настоящим Православным Вот у меня Знакомый Хороший был Константин Владимирович Русаков Знатный человек Политик Поехал на Украине Повезли там Гуманитарную помощь Его снайпер Там Убил В машине Понимаете Вот когда Разговариваю Я о ком-то Конкретном Человеке Я его перед Глазами Вижу И говорят Ну и как Он Мне сразу Сообщили Оттуда Знаете Что мы близко Знакомы Моим представителем Был Когда я осудился Я говорю Настоящий Православный Был Настоящий Он за православие Готов был умереть Он православно Поехал помогать Он пил Пил прямо Иногда Крепко пил Курил Батерился Разведенный Все Все параметры Православного Вот что ему нужно Сергей Сереньким Молодец Юля Таких Я не убираю Пусть стоит Обычно люди говорят Что вы мои комментарии Удаляете Как правило А я его не удалял Даже А это не удаляю Я прошу Христом Богом Удалите Что я сказала Вот смотри Что делает Подкинь Хоть чуть-чуть Глаза Я удивляюсь У тебя глаза слепые Или еще Интересный момент Борется с матерью Все скучно Никита Делаешь Неинтересно Не снимаешь Ну гляди Ну гляди Внимательно Я отвлеку Изожди Не каждый В городе Видит Вот такое Вот она Мать Как ее убьет Видал Это очень интересно Юля Это действительно так Они терпеть не могут Вот беседовали Тут наш Митрополит Иларион Капрал Русско-православный Зарубежной церкви был И отец Аким туда приехал Как раз И он Разговаривает С Сергеем Митрополитом Алтайским Московского Патриархата Иванников Ну и говорит Вот у нас Хорошее отношение С отцом Акимом Игнатием Тихоновичем Ну вот Некоторые называют Там их Сектантами Там еще Как-то У них нарушений Никаких нет Ни канонических Ни догматических Он сам письмом Ответил А почему Они так говорят И сам же отвечает Да по зависти Сами-то они Ничего этого Сделать не могут Это два Митрополита Ну а тебе Будут они Стоять рассуждать Да вас никто И не знает А почему Потому что Он у нас бывает Мы благословляемся Причащаемся А эти Миссионерские Дьявольские Просто отделы Дьявольские Откуда только Они понаползли Это придет Время Еще будут Разбирать Ой да У них нету Епископа Нету А те С таким Безблагодатным Это решают Уже Решают за Митрополитов И прочее А почему Дворкинская Отрава Это секта Это ересь Секта Даже старообрядцы А он из секты Старообрядческой Старообрядцы Никогда Не были Сектантами Их так не называли Никоньяне Господствующая церковь Никогда Раскольниками Называли Но раскольники Те кто колол Кто Никон раскольник А не Аввакум Тут и так понятно Расколтов произвел Кто Топор Говорит Или чурка Верили Семьсот лет И вдруг Неправильно Креститесь Сергий Радонежский Так молился Феодосий Пещерский Антоний Семьсот лет И вдруг Все ломать надо Подражать грекам А у греков То вера Какая Посмотрите Какая вера Они курят сплошь Епископы курят Священники Попутно сказать А тут Царай под замок Нас убивать не надо Тут сколько идет Одиннадцать минут Ну что тут плохого Вот я сейчас открою Покажу Маленько Вот сегодня Двадцать девятый сентября Погода вообще Отменная Вот Березняк Осенник Все вот Вишня рядом Вот Секта Там рядом Вишня Малина зеленая Укроп Грядка морковки Секта И все зеленое Вот клет Красоты Маленько добавил Секта Пожалуйста Ранетки Вот они стоят Серемуха Вон видать У Никиты Бывшая Павла Береза Это дом Павлов И бывший Теперь Никиты Колесникова И вот Закончили мы Сарай Сарай был Подоклоненный Налево И вперед Сильно отклонился Ну мы его Выправлять не стали Так тащить Потому что Ребята строили Хорошее Заложили тут Рельсы Мы решили Закрепить На этом месте Закрепить Как Пизанскую башню Вот это мы и сделали Вот этой стороны Прошли дальше И там Общарня И здесь решили Нескосок дать И вот Из такой мелочи А этих досок уже не было Их ликвидировали Они где-то у хороших людей Служат Володя там воюет И закончили Сегодня Это Володин дом Пашенко Он готовится Сейчас завтра Может снова будет Печь хлеб Вот показать Что здесь Все уже приходит Готов Вот колодец Насос купили для него Козыки закопали Поставили Все подобрали Подскребли Ну Вот сюда До мусора Это Кубы такие Оставим Из травы Которую вырвали Вот показать Вот он Заканчивает О, Володя Сейчас уходим К Никите Надо идти Он пасет У него тоже Гнилье там Перепилить Вот Ну когда я Вовнутрь загляну И можешь запирать Видите Теперь наклон У нее Наоборот Куда Вовнутрь Добавили И здесь Вот она была Сильно наклонена Сюда Мы сделали Сюда В обратную сторону А как Сейчас увидим Видите как И двери Так с наклоном Вот они вверху Удерживаются Мощной проволокой Открыл Дальше они не идут Чтобы не оторвались Какие попало Петли нашли Вот все Подперли Банки Вот Один Столб Наш Отработка Второй Вот Третий Относки Перенесли Рядом Видите Тут тоже Стойки Поставили А здесь Вот наклоненные Они были И к ним Мы сильно Наклонили Но внизу Больше метра Отошел И все Это зашили Получилось Как Пирамида Усеченная Усеченная Пирамида Вот как Намного Больше метра Внизу Разошлось Ладно Где есть Итак Мы зашли Все Ни одной Женщины Нету Не видит Он где-то А влепил Сюда С тех Женщины Не отличишь Ему надо Отличать Это совершенно И манкурты Ничего Не знают Вот зашел Он здесь И Ну он Нарвался На свое Вот этот Фильм Сейчас вспоминаю Я Там Как Назов Это Дуэль музыкантов Где он Говорит Ты козел Сам Напросился Вот эти Козлы Залазят Юля Отслеживай Их Отвечаем Может Когда-нибудь К Богу Обратиться А хороший Замок При чем Здесь Не пойму Замок 45 Год 29 Мая День Победы К чему Это Он ошибся Не туда Зашел Хороший Это не Замок А замок Ясное Дело Что Абсолют А кто Такое Моби Эр Но Никто То есть Это Ну Как Называют Тролли Разные Залазят Все Выкинул Его Ничего Нет Ни информации Ни соответствия Тому Что здесь Есть Ну и Все Выключаю На этом Конец Богу Нашему Слава Во веки Веков Вот Боловные Все Выключаю Давай Судай Тролли Тролли Продолжение следует...